Татьяна Сергеевна Татьяна Сергеевна Татьяна Сергеевна Татьяна Сергеевна простите смысл в этом вопросе а что не так не ну я вас спрашиваю что вы хотите конкретно узнать зарабатываем мы на себя сами не на роли дотационный район не дотационный что что-то почему он провокационный не ну что-то я не могу понять вообще смысл вашего звонка и какое обращение я хотела узнать про то как местная власть в норовлянском районе вот в этих неспокойных условиях получили на какие-то ситуации спокойно стабильная контролируемая под контролем ограниченная служба несет свою службу соответствие действующем законодательстве так что у нас все спокойно не на территории спокойно вы сказали что это вопрос вопрос не по адресу и вы занимаетесь экономикой так я вот у вас и спрашиваю как у специалиста у вас дотационный район или вы сами на себя зарабатываете у нас и дотации есть и мы зарабатываем сами у нас предприятия все работают стабильно а сколько процентов дотации почему я должна на эти вопросы отвечать а почему не должны ну а почему я должна вам говорить сколько у нас идет дотации по бюджету потому что вообще-то бюджет это открытая информация кажется нет бюджет да я сейчас вам не могу сказать сколько у нас конкретно в районе идет дотации из областного бюджета у меня что руками этой цифры нету а что вы конкретно можете сказать а что вы конкретно хотите услышать а мне вот интересно сколько обходится содержание райисполкома района это информация не владею а кто этой информации владеет я даже не могу сказать что в том что владеет информации в смысле какой информации я владею ну что у вас можно спросить чтобы вы знали ответ вы позвонили по какому конкретно вопросу сегодня прямая линия имеется ввиду какие-то проблемные вопросы на территории района вере жкх сери здравоохранения либо там транспорта либо торгового обслуживания а одно в законе об обращении граждан нету такой строчки в которой вот такие вещи написано но вы задаете вопросы сколько сколько содержится сколько вам а в нам обходится содержание с полкома я не могу на этот вопрос ответить потому что это не моей компетенции а что в вашей компетенции я у вас поэтому и спрашиваю что ваша я еще раз говорю работа предприятий работа экономики района но никак не содержание органов власти а так чего получается что если вы говорите все хорошо работают предприятия а почему-то район дотационный ну потому что у нас район небольшой и предприятий не так много в нашей ведомственности конкретных подчиненности а вы как экономист разрабатывать какие-то планы чтобы выйти из дотационного положения конечно конечно и какие какие перспективы есть через сколько лет сможете сами на себя заработать все будет зависеть от стабильности работы наших предприятий но вы же планируете будут работать конечно планируем а санкции вам помешали на экономический нет 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 у нас предприятия все перепрофилировались и нашли новые рынки сбыта внутренние конкретно поэтому нам на у нас конкретно в нашем районе на наши работы предприятия не отразилось ничего так если у вас все так гладко так чего вы не можете выйти тогда на самоокупаемость в чем препятствие основной потому что у нас в районе больше объекта социальной направленности промышленных предприятий у нас только два поэтому два предприятия чисто физически не могут содержать район а у нас больше социальная направленность нас больше социальной инфраструктуры развита понимаете у нас в нашем ведении только несколько предприятий которые могут дать доходную часть нашему району вот чем дело еще больше нельзя не придумать никаких предприятий чтобы они еще доходную часть мы прорабатываем прорабатываем вопросы по открытию новых производств поэкономики я думаю что улучшилось так вы думаете ли статистика что говорить статистика и что предприятия работают стабильно с прибыли стабильно с прибыли но общее экономическое состояние за пять лет улучшилось или ухудшилось у меня статистики под рукой сейчас нету и то что было во всяком случае На сегодняшний момент у нас нет в районе предприятий, которые работают с убытками. Поэтому предприятия работают стабильно, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. А вы говорите, что я спрашиваю, сколько райисполком обходится? Вас возмущает этот вопрос? Нет, меня этот вопрос не возмущает. Просто я не могу ответить, потому что эта информация не владеет. У меня этой информации нет. А почему ее, кстати, нет на сайте в открытом доступе для всех? Содержание исполкома? Ну, вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос, почему ее нет. Не все же программы. Не все же программы. Не знаю даже почему. Не могу ответить на этот вопрос, почему нет. Я считаю, что это несправедливо. Потому что я считаю, что на райисполком, например, тратят денег больше, чем на больницу. У райисполкома хорошие машины, а в больнице старые. Мне интересно, как это поделено. Что касается конкретно нашего района, в нашем районе здравоохранения, очень много средств выделяется на здравоохранение в рамках реализации государственных программ. Поэтому у нас закупается и новое оборудование, и модернизация, как учреждения образования, так и учреждения здравоохранения. Поэтому программа, это все предусмотрено. И по Чернобыльской программе, и в рамках реализации государственных программ образования, молодежная политика, здравоохранение, культура Беларуси и прочее. Сейчас это программные расходы, поэтому на содержание этих учреждений выделяются средства. И на приобретение, как и оборудование, мед, как скорых. В прошлом году была приобретена скорая, поэтому все это в рамках программы разложено. Как изнашивается по мере изношенности оборудование, закупается и холодильное оборудование для учреждения образования, и транспорт закупается, как для подвоза обучающихся, так и скорые закупаются. Это все в рамках государственных программ. Поэтому в нашем районе я не вижу этих вопросов, проблем с этим. А МРТ у вас есть в районе? Я не могу сказать оборудование, такое есть конкретное оборудование в нашей ЦРБ. А вы сами где обслуживаетесь? В районной ЦРБ или где-то в другом месте? Конечно, в районной. А, а что вы не знаете тогда? Я вот свои районы все знаю, что есть. МРТ нам дают конкретное направление на МОЗРЬ. На МРТ мы ездим в МОЗРЬ. Все ясно, все ясно. Да, но конкретно не знаете вы цифр ни по медицине сколько выделяется, ни по райсполкому сколько выделяется. Нет, конечно, у меня этой цифры под руками даже нет. Это программные расходы. А жаль, а жаль. Потому что я читала как-то районный бюджет и знаете, вообще ничего не понятно. То все написано, а потом общая государственная деятельность и там 70% растрат. Что такое общая государственная деятельность? Что туда входит? Кого спонсируют? Ничего не ясно. Ну, общая государственная деятельность подразумевается под собой содержание центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций. Это тоже затраты эти входят туда. Поэтому там же же подвоз обучающийся туда входит по эту статью расхода. Да, и подвоз председателя располкома туда входит. Вот мне вот интересно. У вас, кстати, председатель на какой машине ездит? Я в марках машин не понимаю. Я не знаю, что-то у вас что-то не спрошу, вы нигде не понимаете. Нет, я не водитель, у меня машины нет, поэтому я в марках не понимаю. Но вы экономист. А почему вы не знаете? Я не понимаю, но дело в том, что я говорю, я в марках машин не понимаю. Слушайте, а закупки вот эти? Наш председатель ходит пешком. Да вы что? Практически по городу ходит пешком. Ну, по городу ладно. Это, а скажите, а когда закупки вот на располком идут? Машины, не знаю, там какие-нибудь или ремонты? У нас машины не закупались уже, наверное, лет пять точно. Ну, так это через вас проходит? Закупки через вас проходят? Закупки у нас в комиссии в располкоме созданы по закупкам. А вы не участвуете? Это все рассматривается комиссионно, в соответствии с действующим законодательством. Дефектные акты составляются, процедуры, процентовочки. Все прозрачно, выгружается на сайт госзакупок. Поэтому это все очень прозрачно. Все в рамках действующего законодательства о закупках проходит. Нормально. Да, все нормально. Ходим отсюда. Давай. Окей, ну, бережитесь там. Потому что, как танки ехали из Беларуси на Украину, и ваша вот эта таможня никак, и пограничники ничего не сделали, так они могут поехать и обратно. Так что я бы на вашем месте спала бы не очень спокойно. Простите, простите, пожалуйста, вы откуда? Октябрьский район. Октябрьский район, да? Ольга Викторовна, да? Да. А как фамилия ваша? Паук. Как? Паук. Паук, да? Вот, поэтому, как-то так. Ну да, как-то так, действительно. У нас, я же говорю, у нас на данный момент ситуация контролируемая, поэтому... Ну, на данный момент. А вы вообще в будущее смотрите хоть как-нибудь? Конечно, смотрим. Вы понимаете, чем это все чревато? В то, что мы влезли? Конечно. Я еще раз говорю, мы никуда не вмешивались, это во-первых. Во-вторых, у нас на территории района ситуация стабильная. Татьяна Сергеевна, сколько вам лет? Ну, слушайте, я же не буду или двойми отчитываться, сколько мне лет. Ну, это можно на сайтах почитать, вы правы, да? Но вы звучите как взрослая женщина, которая занимает должность, которая принимает решения важные для района. Конечно, поэтому я еще раз вам говорю, что в нашем районе ситуация стабильная и спокойная. Да, а я вам говорю... На настоящий момент она контролируемая. А я вам говорю, вот а где ваша совесть? Почему вы не можете адекватно реагировать на то, что происходит? Из Беларуси танки шли, из Беларуси ракетами стреляли, а вы все голову в песок прячете. Россия проигрывает. Никто в песок не прячет. Никто в голову в песок не прячет. Ну, вы говорите, что все хорошо. У вас Украина. Вы же раньше, я уверена, что вы в Украину ездили. И за покупками, и родственники, может, какие есть. И вот как вы вот это все промолчали, то, что они делали? Я вот этому удивляюсь. Что у вас совести совсем нет? Я еще раз говорю, у нас ситуация на территории района контролируемая. И у нас граница охраняется очень хорошо. Очень хорошо. Только в одном направлении не охраняется. Ну, будем посмотреть, как хорошо все это охраняется.